Всем огромный привет! Сегодня видео будет о заказе от компании Faberlic по 18 каталогу. Как обычно, он у меня. Основной заказ такой небольшой, потому что я вам новинки показываю заранее. Но пришла к нам кофта из линейки Зимний Уикенд, мужская. И хочу вам ее тоже показать, рассказать о ней. Давайте начнем! Думаю, муж мой смотреть это видео не будет, поэтому я вам покажу. Приобрела, как и говорила, парфюм ему на Новый год в подарок. Парфюм от Валентина Юдашкина, 3227 артикл. Здесь 100 мл. Открывать я, естественно, не буду. Как можете видеть, все зафальцовано. И этот парфюм поразил меня, покорил меня. Именно из всей мужской линейки, которая есть в Faberlic, этот самый вкусный теперь, на мой взгляд. Очень он мне нравится, у него хорошая стойкость. Я его уже описывала как-то, и давайте я найду это видео, оставлю либо в конце этого ролика, либо в инфобоксе. Кому интересно мое описание, проходите по той ссылке. Аромат просто очень вкусный, обалденный. Он, на мой взгляд, с такими сладковато-восточными поначалу нотками, пряными нотками. Но очень вкусный. И в конце шлейф у него такой прям мужской. Очень-очень вкусный аромат. Также, что касается мужской линейки, был вот такой наборчик. Набор из новой линейки для мужчин. Шампуни и гели 2 в 1. Я уже даже сама пробовала, и поэтому аромат этой линейки мне очень нравится. Долго у нас не было дезодорантов, и вот они появились недавно. 0,548 артикул дезодоранта и шампунь-гель для душа 2 в 1 0,553. Дезодорант идет как антиперспирант. Надежная защита, 150 мл здесь. Очень приятный аромат у этой линейки. Он не навязчивый, не такой сильно пахучий, как, допустим, аромат линейки Ланселот. Здесь намного вкуснее, но, по крайней мере, на мое обоняние. Хотя у Ланселот тоже есть свои поклонники. 2 в 1 шампунь-гель для душа. Я, когда показывала в новинках, я использовала его сама, но не как гель, а именно как шампунь. Отлично промывает волосы, не оставляет после себя сильного какого-то мужского аромата. Просто такой аромат свежести, аромат ментоловый немного. Ну, классный, и даже женщина подходит для промывания волос. Ну, про дезодорант ничего сказать не могу. Думаю, что только что аромат приятный у него. А как он будет по действию, пока ничего не скажу. Для другого своего мужчины взяла новинку. Это варежка-мочалка детская из линейки для деток от 0+, эксперт фарма. Она гипоаллергенная для чувствительной кожи. Как видите, приходит в такой картонной упаковке. 11-356 у нее артикул. Можно стирать при 30 градусах, но нельзя гладить. Значит, размер у нее 20 на 10,5 сантиметров. И она состоит из 100% натурального бамбукового волокна. Сама варежка просто невероятно мягкая. Я почему-то думала, что она будет погрубее. Но нет, она очень мягкая. Действительно детская такая. Хорошо ее одевать на руку. И мыть вашего ребенка. Она действительно будет деликатно относиться к его коже. Мы еще не пробовали. Но я думаю, Дениске должно понравиться. Кооперировались мы с мамой. И по акции взяли новый ополаскиватель для полости рта. Экстра свежесть. Акция там такая, что берете 2. Получаете дополнительную скидку. У этого ополаскивателя артикул 22,93. И очень даже неплохой. Я его уже пробовала. Оставляет после себя мятное послевкусие. Как будто бы вы пожевали жвачку. Не сильно сладкое, не приторное. Нет, но хорошо освежает полость рта. И вот мне нравится, что сладости от него особой нет. Но освежение дает вот такое. Заметочка такая. Мамочка, у кого маленькие детки. Из этой же линейки от 0А+. Для новорожденной. Гей для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Гипоаллергенный. Сейчас на него хорошая цена. Я изначально покупала по цене, которая дороже. Артикул 16,44. Здесь 190 мл. Удобная помпа, удобная упаковка. Приятный, ненавязчивый, не сильный аромат. Отдушка специально для деток маленьких. Мне очень нравится текстура этого геля. Для подмывания она просто обалденная. Она такая немного маслянистая. Она очень деликатная. И для кожи младенца это супер средство. Поэтому обратите мамочки внимание. Я даже накупила таких баночек на подарки. В этом каталоге также отличная цена на колготки. Колготки 20 ден и 40 ден. Заниженные талии и обычные. Я себе взяла с заниженной талии. Так как видео у одного блогера, что талия там как раз таки абсолютно не заниженная. Но сама резинка очень широкая. Тем самым не передавливает бока. И если вы одеваете облегающую одежду, то это намного лучше смотрится. А так как у меня такие платья с недавних пор появились. И нужны такие колготки. Хочу их и на фотосессию зимнюю свою одеть. Артикул 82776. У меня это однерочка. Оттенок бежевый. Очень хороший. Как можете видеть, он какой-то невыбеливающий. Очень красивый оттенок. И не оттенок бронзы, да, загара. Чтобы он выбивался от остального цвета тела. А вот, наверное, такой как надо. Ну и, можно сказать, в подарок, за баллы я взяла свои чаи любимые серии Origin. С жасмином не было, поэтому пришлось взять просто зеленый чай. И также черный чай 20 пакетиков. Уже все ужины протрынделы, но нравятся они мне. Поэтому всегда приобретаю. Тем более за бесплатно, почему бы и нет. Теперь давайте перейдем к джемперу, который я брала своему мужу. Напомню, это линейка зимний уикенд. Они очень классно смотрятся в каталоге. Там три оттенка. Молочный, такой серо-коричневый. Вот этот темно-синий. Мужу взяли темно-синий. Я бы еще молочный взяла. Мне очень нравится, когда такие вещи с вывезенными косами именно в светлых оттенках у мужчины носят. Это трикотажный джемпер с высоким бородом для мужчины. Я брала 46 размер и артикул у него 194 528 модель 167 М2302. Состав здесь 60% акрила, 35% нейлона и даже 5% шерсти. А сделано в Китае. Что касается самого этого джемпера. В общем-то, как предполагалось, он закатывается. Имейте это в виду, он очень даже закатывается. Но он очень приятный к телу. Он теплый. Муж сказал, что ему в нем тепло. Даже попросила есть еще. Но у нас на складе их все раскупили. Причем очень быстро. Закатывается он у него не весь, а в каких-то определенных местах, где сильное трение с курткой идет. Это вот эта часть. И также, видимо, на куртке у него сзади есть вот что-то, что также подвергает эту кофту к закатыванию. Она очень мягкая, она приятная, она абсолютно никак не колючая и теплая, повторюсь. Хороший ворот, закрывает полностью все горло, но не пережимает его. Также на горле может закатываться. Вот смотрю, у него здесь есть такие места. Он уже активно поносил этот джемпер. И ему все равно понравилось, хоть так и есть, что закатывается. Но это легко убирается. Это пощипать. Я уже так, потому что пробовала. Это все пощипали и убирается. Выглядит уже потом нормально. Конечно же, я сделала вам замеры. И длина этого джемпера это 65 см. Полуобхват подмышками 51 см. По талии становится уже 48 см. И по низу изделия 44 см. Здесь, кстати, есть резиночка такая. И все хорошо облегает область бедер. Длина рукава 64 см. И по плечам 41 см. Ну, полуобхват получается. Не скажу, что цена у этой вещи бюджетная какая-то. Тем более, что такой проблемой, как закатывание, она страдает. И все-таки не хотелось бы, чтобы так было. Поэтому смотрите сами, если у вас есть на складе. Ну, это только как-то аккуратно носить. Если не будет с чем-то сильно тереться, то тогда вот здесь у него абсолютно никаких катышков нет. Только какие-то определенные части. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, видео мое для вас было как-то полезно и информативно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, на канале проходит новогодний конкурс. Поучаствуйте в нем. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok